Парламентарии КОМИ вышли с законодательной инициативой о запрете занимать государственные и муниципальные должности лицам, состоящим в списке иностранных агентов. Таким признан руководитель фракции КПРФ в Госсовете КОМИ. Этот законопроект как никогда актуален сегодня, в дни проведения военной операции на Украине, когда против страны развернута санкционная и информационная война. Парламент принял изменения и в бюджет региона, чтобы поддержать социальную сферу, бизнес, экономику в реале западного давления. Ольга Коняева обо всем подробно. Предлагаю почтить минуты молчания наших с вами героев. Сессия началась с минуты молчания. Депутаты почтили память наших земляков, которые погибли в спецоперации на Украине. Тема спецоперации – патриотизма и работы на развитии. Красная линия через всю апрельскую сессию. В повестке стратегические для региона вопросы, в том числе кадровые. Народные избранники поддержали кандидатуру Эльмира Ахмеевой на пост первого заместителя председателя правительства региона. Парламентарии оценили итоги уже проделанной работы. За полтора года мы привлекли порядка 12 миллиардов рублей федеральных средств и федеральных инструментов для вовлечения в экономику и промышленность Республики Коми. В целом за прошлый год по сравнению с 2020 годом, в 2021 году в экономику было в нашем же бюджете предусмотрено на 75% больше по сравнению с 2020 годом. Поэтому мы видим рост, если в цифрах это 2020 год 1,6 миллиарда всего было, включая МСП, то в этом году это уже сумма порядка 2,9 миллиардов рублей. Из 50 инвестиционных проектов плана диверсификации региона 7 уже реализуются. Создано 300 рабочих мест. Результаты есть и в виде налоговых поступлений в бюджет. 4 миллиарда 200 – дополнительный доход в региональной казне. В условиях роста расходов тарифы на коммуналку для северян решено сдерживать. На это определяют дополнительные миллиард 300 миллионов рублей. Поправки в бюджет – это часть антисанкционных мер, направленных на выполнение социальных обязательств, развитие экономики и поддержку бизнеса. У нас предполагается более 100 миллионов рублей на субсидии субъекта малого и среднего предпринимательства, 80 миллионов рублей на пополнение фонда, который обеспечивает инвестиции в экономику. 152 миллиона рублей для сельского хозяйства тоже будут выделены. Увеличатся расходы на социальные выплаты и, например, на питание детей из малообеспеченных семей в школах. Еще 150 миллионов на лекарственное обеспечение. Решен вопрос и о централизации закупки препаратов для льготников, которым раньше приходилось ждать месяцами. В условиях пандемии и санкций – это шаг вперед. Теперь единый поставщик и исполнитель – государственные аптеки КОМИ. ГУП ГАРК работает гибче. Он может использовать не только 44-й федеральный закон, но и 223-й федеральный закон. Перед тем, как принять и вынести на ваше рассмотрение данный законопроект, мы посмотрели опыт других субъектов Российской Федерации, их более 11. Мы сравнили количество рецептов на отсрочном обеспечении в этих субъектах и у нас и увидели, что там, где принят этот законопроект, коллеги работают и закупают, обеспечивают лекарственными пациентами гораздо быстрее. Приняли поправки за нарушение регламента. Теперь депутаты за оскорбительное выражение и переход наличности могут лишить слова не на два заседания, а на больший срок. Это вызвало недовольство представителей от КПРФ. А сейчас у нас время военное. И в этом военном времени высказываться нужно не просто как-то, что-то зачем-то и почему-то, а в первую очередь думая о людях и об отечестве. Редакт депутатов от фракции КПРФ – СМИ и на агент. Таковыми Ньюст России признал Виктор Воробьёва. Парламентарии КОМИ большинством голосов исключили его из состава Президиума Госсовета. В соответствии с частями 3 и 7 статьи 6 Закона Российской Федерации о средствах массовой информации, Министерством юстиции Российской Федерации, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 1 апреля 2022 года включён Воробьёв Виктор Викторович, 19 июня 1989 года рождения. Номер записи в реестре – 127-й. Основанием для принятия решений явились поступившие от органов государственной власти Российской Федерации документы. Решение согласовано с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Конечно, я считаю, что надо исключать, потому что тот активист, как сказал Николай Терентьевич, свою активную позицию по отношению к нашим ребятам, воюющим против нацизма на Донбассе, высказал. А это значит, ну, я думаю, что здесь даже из этических соображений, просто из этических, патриотических, в конце концов, надо понимать, что этому человеку, ну, как минимум, не место в президиуме. В моем понимании, иностранный агент, который является гражданином одной страны, в данном случае нашей России, а действует в интересах другой страны. Мы ни в коем случае не против позиции партии, чтобы она была представлена в составе президиума. И поэтому, так как фракция составляет сегодня 4 человека, ну, минус 1, 3 кандидатуры, есть вакантные, предложение к фракции КПРФ, чтобы они провели собрание, предложили свою кандидатуру в состав президиума. Депутат от коммунистов предложила тогда уж исключить всех лидеров фракций из состава президиума госсовета. По моему мнению, по моему мнению многих товарищей, вы не являетесь фракцией КПРФ. Почему? Потому что у вас во фракции, во-первых, только один коммунист, и тот Богданов, да, остальные нет. Ну, ладно. Но второе, то есть есть линия партии, да, что ЛДП, что справедливая Россия, что наша, да, и мы ее всегда придерживаем и отстаиваем. У вас получается, что вы не придерживаясь здесь линии генеральной партии, да, мы же все ее знаем, да. И вы просто узурпировали вот это название партии и пользуетесь. Коллеги, я имею в виду КПРФ, фракции, но, наверное, когда-то и лидера надо остановить. Или он у вас такой вождь стал? Нельзя же так работать дальше. Ведь жизнь не останавливается. Вы смотрите, как трудно сейчас государству. Вы думаете, Владимир Викторович не хочет сделать все возможное для того, чтобы наша республика процветала? Придется нам, наверное, поясочек поджать или вам объяснить, что такое выстрел одной ракеты? Я могу объяснить. Я сам ракетчик. На этом избранники КОМИ не намерены останавливаться. Большинством принято решение обратиться в Госдуму с законодательной инициативой о запрете занимать иноагентом должности в государственных и муниципальных органах власти. Люди такого уровня должны для себя принимать решение. Либо они занимаются государственной деятельностью, то есть не защищают интересы государства, представляют интересы государства. Либо они занимаются иной деятельностью, которая, кстати, деятельность не запрещена, она просто стоит на особом учете, грубо говоря, под нее есть особый режим. Вот данная законодательная инициатива просто это все ставит на места. И мне приятно, что наш субъект, в свою роду лидер, что такую законодательную инициативу. Сейчас перед страной и республикой стоят непростые задачи по решению вопросов социально-экономического развития в условиях сложной геополитической ситуации и беспрецедентных санкций. Для этого сегодня как никогда нужны единение и поддержка курса страны.